МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале НЕКТВ Новости. В студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Новый виток развития областной энергетики. Два, три. Воздушная линия, соединяющая две подстанции, увеличит энергомощность региона. Дела сердечные будут решать в Обнинске. Ведущие специалисты научного центра имени Бакулева проведут бесплатные осмотры. 25 малышей на 25-летие. В Сухиньческом детском саду к юбилею открыли дополнительную группу. Орбита и спутник стали ближе. Две электроподстанции теперь объединяет новая воздушная линия. Напомню, транзитную ЛЭП решили реконструировать, построив новую линию вдоль существующей трассы. Обновление первого участка Черепить-Орбита завершилось два года назад. Второй этап строительства стал более инновационным. По расчетам проектировщиков, комплексная реконструкция позволит увеличить мощности, выдумаемые в Калужскую и Московскую энергосистемы, более чем три раза. О новинках областной энергетики Ирина Сидорова. Морские традиции актуальны и на Земле. Участник спутника Орбита – это тот же паром для переправки электроэнергии, только воздушный. От его работы во многом зависит электроснабжение Калуги, центральных районов Калужской области и Юго-Московской. Памятная табличка на одной из 109 многогранных стальных опор заслуживает свое место. Таких конструкций Россия еще не видела. От традиционных решетчатых или железобетонных они отличаются повышенной устойчивостью и долговечностью. Производитель дает гарантию на 70 лет. Благодаря высоте более 40 метров снижается до минимума и влияние электромагнитных полей. Торжественный пуск новой воздушной линии на подстанции дает губернатор Анатолий Артамонов и представитель федеральной сетевой компании Андрей Муров. Здесь же удается разглядеть еще одну инновационную разработку. В подарок почетным гостям достается высокоэффективный провод. Вес его меньше обычного, пропускная способность повысилась. Людиновский завод готовится перенять технологии отечественных коллег, чтобы в будущем стать полноценным поставщиком энергетической отрасли. В рамках инвестиционной программы на ближайшие годы ФСК планирует вложить в строительство и реконструкцию энергообъектов в Калужской области еще около 6 миллиардов рублей. Из важнейших объектов я бы выделил строительство подстанции 500 Обнинская. Это мощнейший объект, который безусловно повысит надежность всей системы и увеличит количество возможностей для присоединения потребителей. Строительство нового объекта своевременно отмечает глава региона. Область развивается стремительно, резерв для подключения новых мощностей практически на нуле. Подстанция Омнинск позволит региону передохнуть и набраться сил для развития собственной энергетической базы. Ну а дальше, я думаю, что мы вот это тоже сейчас активно эту работу проводим. Мы будем и свою генерацию тоже создавать на территории области. Причем как малую генерацию, так и мы мечтаем о крупной генерации, которая здесь мы должны стать из энергопотребляющего региона, превратиться в поставщика электроэнергии, в энергосистемы нашей страны. Перспективы создания всероссийского вечного двигателя будут подстегивать собственные потребности. Они уже растут быстрее, чем у соседей. Рост энергопотребления, обещанный Анатолием Артамоновым партнером в ближайшие два года, составит как минимум 20%. Ирина Сидорова, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Калужских бизнесменов призвали вернуть в бюджет деньги налогоплательщиков. Несколько компаний отчитались за долги по НДФЛ на комиссии по укреплению финансовой дисциплины. Сумма долга одного предприятия составила 800 тысяч рублей, а другого 1 миллион 300 тысяч. Среди причин они назвали несогласованную финансовую политику и вынужденное повышение зарплаты сотрудникам. Из-за низкой оплаты труда на производстве работники массово увольнялись. Должники попросили учесть их трудное финансовое положение и обещали выплатить все до марта. Но министр финансов Валентина Авдеева напомнила, что разрешить ситуацию поможет кредит, который можно взять в любом банке. НДФЛ это у нас 30% бюджетов и муниципальных образований, и нашего областного бюджета. Это тоже мы выплачиваем заработную плату своим бюджетникам, учителям, врачам и все социальные выплаты. Поэтому, конечно, когда к нам недопоступает НДФЛ, это тоже на бюджете определенное образуется. В Калужской области подешевел сахар. Также снизились цены на фрукты, макаронные изделия и крупы. Вместе с тем, значительно выросла стоимость куриных яиц, овощей, сыра и молочной продукции. Данные еженедельного мониторинга представили на заседании профильной комиссии. Как сообщает Пресс-служба областного правительства, сейчас в Калуге установились минимальные цены среди соседних областных центров на куриные яйца, сахар, муку, рис, пшено и гречку. Максимальная цена на картофель. Самая крупная в России роботизированная ферма открылась в Ферзиковском районе, в деревне Балдасовка. Немецкая компания, которая уже давно работает в нашем регионе, вложила в этот проект 400 миллионов рублей. Новый животноводческий комплекс рассчитан на 1800 голов скота, но это пока в планах. Сейчас работает коровник на 440 голов, родильное отделение и два доильных робота. Настоящим и будущим предприятия Сергей Романов. Доильные роботы продолжают шагать по нашей области. Вот и еще одно хозяйство решило отказаться от ручного труда и призвать на помощь автоматы. Правда, решение это пришло непросто. Хозяйство все-таки большое, а до этого в нашем регионе роботов ставили в основном небольшие фермы. Но после месяца работы главный инвестор признал, душевные кирзания были напрасны. Еще три месяца назад я честно сказал, что Лен Цехич, ну не надо было бы это дело, в чем вы нас эту ошибку согнали. А сейчас я действительно готов и от всей души признаю свою ошибку. То есть сейчас роботы работают один месяц. И даже наши специалисты, которые тоже были очень скептичны, они сейчас признают, что да, это очень хорошо идет. Современные технологии доения использовали в компании до этого. На их сельхозпредприятиях стоят в основном системы доения «Карусель». Но вот к роботам относились с некоторым скептицизмом. Но в областном Минсельхозе нашли правильные слова, чтобы все-таки убедить немецких партнеров обратить свой взгляд на сельхоз робототехнику. Экониево фарм является дилером крупнейшей компании по постановке роботов. Я, естественно, говорю, Штефан, ну а как вы будете агитировать? Вы должны на собственном примере в своем хозяйстве поставить, и тогда, я думаю, что агитировать больше никого не надо. Вы будете именно демонстрировать уже непосредственно в производстве. Сейчас на предприятии трудятся пока два робота. В сутки они смогут обслужить 120 буренок. Но в планах, когда в хозяйстве замычат все 1800 коров, здесь будет трудиться 32 роботизированных дойера. Сергей Романов, Вячеслав Долгопятов, Андрей Сенюшкин, телекомпания НИКТВ, Ферзиковский район. Законопроект, позволяющий полностью запретить использование пиротехники, внесли в Госдуму депутаты регионального ЗАГС Собрания. Документ предлагает разрешить регионам самостоятельно устанавливать требования к пиротехническим изделиям, находящимся в свободной продаже. Предполагается, что субъекты Российской Федерации были наделены правом полностью запрещать использование пиротехники в быту. Класс опасности первый-третий. То есть вот эти петарды и так далее, которые использует население, причем вне отведенных мест, а там, где заблагородствуются. Речь идет об этом. Значит, депутаты в этой же законодательной инициативе рекомендуют остановить мир административной ответственности за нарушение вот этого закона. Напомню, что Калужская область пыталась самостоятельно решить эту проблему, приняв закон об ограничении использования петарды фейерверков. Но без соответствующей юридической поддержки со стороны федералов он был признан неправомерным. Итоги партийного проекта «Качество жизни и здоровье» подвели в Калуге. Он завершился в июле этого года. Основная цель – модернизация здравоохранения. Все выделенные региону средства освоены, однако этот проект будет иметь продолжение. Прежде всего, речь идет о всеобщей диспансеризации. Планируется, что ежегодно ее будет проходить четверть населения страны. В этом году в регионе эту процедуру прошли почти 90 тысяч человек. Итоги оказались неутешительными. Только четверть россиян имеют первую группу здоровья. В половине же обследуемых необходимо лечение, часто стационарное. Однако Минздраве считает, что ситуацию можно изменить. Своевременное выявление болезней позволяет либо полностью вылечить пациента, либо значительно укрепить его здоровье, а то и спасти жизнь. Тем более, что благодаря реализованному проекту областные больницы получили современное оборудование, а врачи прошли необходимую подготовку. Четко была поставлена цель увеличить продолжительность жизни населения, улучшить качество жизни и доступность медицинской помощи. И мы сегодня, видя вот те шаги, такие шаги большие, можем сказать, что в Калужской области эта проблема нашла свое достойное воплощение при всех тех нас сопровождающих попутных, не всегда хороших явлениях. Но, тем не менее, мы с вами видим. Лучшие специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям едут в наш регион. Научный центр имени Бакулева, или, как его еще называют, Дом сердца, проведет в Обнинске бесплатный осмотр. Диагностика будет проходить на базе 8-й клинической больницы и поликлиники медицинского радиологического научного центра. Когда начнутся первые консультации, узнали наши обнинские коллеги. Выявить заболевание на самой ранней стадии и спасти жизнь. Здесь лечат даже тех, кто только появился на свет. Этого малыша привезли сюда спустя 2 часа после рождения. Ребенок был в критическом состоянии. Если бы данному малышу не сделали операцию вовремя, все бы это закончилось летальным исходом. Операция пошла спокойно, без каких-то особенностей. Для наших хирургов это достаточно рутинная процедура. Сейчас малыш выхаживается. Сегодня у нас четвертый суток нахождения в реанимации. В ближайшее время мы перейдем на самостоятельное дыхание. Так что у этого малыша есть все шансы абсолютно жить спокойно, нормальной, полноценной жизнью, развиваться, радоваться, радовать своих родителей. Ежегодно только в рамках квотирования проводятся около 11 тысяч операций. И практически каждая из них – билет в новую жизнь. Попасть на прием к этим докторам мечтает, пожалуй, каждый, кому показано лечение сердца и сосудистой системы. Теперь и у жителей Калужского региона появится такая возможность. Обследование и последующее лечение будут бесплатными. Мы будем проводить 9 числа совместно осмотр пациентов в вашем регионе. И еще раз хочу сказать, милости просим. У нас 100% бюджетное учреждение. Мы работаем в рамках ОМС в том числе. Поэтому, конечно, было бы неестественно, если человек, проживающий так близко, не имел бы возможности обращаться в этот центр. Диагностику будут проводить в Обнинске. Но попасть на обследование сможет любой житель Калужской области. Если по каким-либо причинам не успели вы обратиться к врачу по месту жительства, то обращайтесь сейчас. Потому что работа эта будет налажена планомерно. Первые консультации пройдут 9 декабря. Дальнейший консультации, график дальнейшей консультации будет определен. Но списки на консультацию будут в процессе своей работы составлять кардиологи клинической больницы и кардиологи поликлиники медицинского радиологического научного центра. Соглашение о сотрудничестве руководства центра и региональной власти подпишут 9 декабря, в день приема первых пациентов. Вячеслав Леденев, Илья Кривцов, Алексей Резвых, телекомпания НИК-ТВ, предсодействие телекомпании Крылья, Москва. Консультации по сердечно-сосудистым заболеваниям сами врачи могли получить в Калуге. Ишемическая болезнь сердца – одна из самых распространенных причин смерти в России. Спасти жизнь человека шансы велики, если после сердечного приступа в течение 120 минут медики успеют оказать больному необходимую помощь. Как действовать в экстренных ситуациях, учили врачей на конференции, которая прошла на базе областной клинической больницы в Ваненках. Лекторами стали ведущие врачи страны Смоленской, Рязани и Москвы. Они рассказали о тонкостях диагностики и лечении острого коронарного синдрома, которые могут помочь снизить пагубную статистику. Крайне важен временной фактор в оказании помощи этим больным. Это необходимо и нужно делать только на местах. Москва, федеральные центры здесь бессильны, потому что уже через несколько часов, к сожалению, время уходит. Больные либо погибают, либо становятся инвалидами. Именно важно развивать эту помощь в регионах. Семья героя вернулась на историческую родину. Внуки и правнуки легендарного генерала Ефремова покинули столицу, переехав в Тарусу, где родился их знаменитый предок. Дети пошли в школу, которую когда-то посещал прапрадедушка, а теперь учебное заведение носит его имя. О том, как приняла Калужская земля семью генерала, расскажет Ольга Залтина. Бабушка здесь очень хорошо выглядит. Там такая добрая семья. Здесь уже более взрослый. Почетному гостю музея эти фотографии знакомы не по экспозиции. Он внук легендарного генерала. Михаил Ефремов, командующий 33-й армии, родился в Тарусе. Окончил среднюю школу. Имя Ефремова неразрывно связано с трагической судьбой 33-й армии. Во время контрнаступления в 42-м попал в окружение под Юхновым. Был шанс выжить. За опытным офицером сам Сталин высылал самолет. Но генерал поспешил отправить за линию обороны раненых, а сам отказался покидать поле боя. Без продовольствия, изнуренный боями и потерями, он сражался до последнего. Когда угроза плена стала неизбежной, покончил жизнь самоубийством. Мужество русского офицера вызвало уважение даже у противника. Немцы похоронили его с высшими военными почестями. Сейчас в Юхновском районе работает музей, посвященный Михаилу Ефремову. Своя экспозиция есть и на малой родине офицера, в Тарусской школе, где он когда-то учился. С этого зала начинаются все экскурсии. Внук генерала тоже военный офицер, лучше любого экскурсовода знает о другой, не боевой жизни героя Ефремова. Любил он очень театр, Михаил Григорьевич. И бывало, что приезжая домой, жене говорил, так, пять минут на сборы и вперед. Любил оперу, разбирался в ней хорошо. Любил животных. Требетное отношение к животным передалось по наследству. У Ефремовых две собаки и четыре кошки, которых еще оголодавшими котятами подобрали на улице. Любовь к природе во многом и послужила причиной переезда семьи из столицы. Долго мучились вопросом «куда?». Проблема отпала сама собой, когда семью как-то пригласили в Тарусу на мероприятие, посвященное генералу Ефремову. И когда мы сюда с мужем приехали, у нас одновременно мысль возникла. Почему бы она мне приехать в Тарусу? И вот так все понравилось. И была такая удивительная природа, что мы просто влюбились. Видимо, как, знаете, какая-то рука вела сюда. Покинули мегаполис, сжигая мосты. Переезжая, продали все московское имущество. Вернуться не было и в мыслях. Взрослые быстро нашли работу. Дети пошли в местную школу. Ту самую, которую когда-то посещал их великий прапрадед. И, как оказалось, Тарусское среднее образование даже лучше столичного. Здесь очень хорошая школа, очень хорошее образование. Это очень сложно, все идет на высшем уровне. Поэтому приходится на все 100 выкладывать. Даже больше, там до 120 процентов. Выкладываться, выкладываться, чтобы не опозорить никого. Выкладываться на уроках обязывает фамилия. Поблажек потомкам героя учителя не делают. Хотя к Ефремовым и в школе, и в городе относятся с уважением. В Москве родные генералы всегда ощущали себя чужими. И только переехав в Тарусу, наконец почувствовали себя дома. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКТВ, Тарусский район. В Мещовске открыли памятную доску воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Их сослуживцы приехали не только из районов области, но также из Москвы и Петербурга. Идея установить памятную доску появилась у представителей правления ветеранов Афганистана по Мещовскому району. Около года потребовалось для того, чтобы воплотить ее в жизнь. На примере воинов-интернационалистов мы должны воспитывать новое поколение граждан. Нам не безразлично, о каких героях будут читать наши дети и наши внуки в учебниках. Сегодня мы почтим дань памяти всех воинов, которые погибли, исполняя интернациональный долг, защищая наше Отечество. Дошкольные учреждения Сухиничи приняли новых воспитанников. Детский сад «Сказка» на свой 25-летний юбилей получил дополнительную группу на 25 мест. На ремонт оборудования, мебель и игрушки выделили более 300 тысяч рублей по федеральной программе и более 100 тысяч из местного бюджета. Еще 20 человек приняла дополнительная группа, открывшаяся в другом детском саду. Глава районной администрации Анатолий Ковалев отметил, что проблема нехватки мест в детских садах решается успешно. Благодаря открытию новых групп дополнительные места получили 150 детей. В планах на следующий год открыть еще несколько групп и начать строительство нового детского сада. В районе 11 детских дошкольных учреждений, в которых воспитывается 770 ребятишек, а сегодня добавляется еще 20. И вот почти 800. 800 ребят, а буквально где-то 2,5-3 года назад было около 500. Авторы теле- и радиопрограмм для юной аудитории готовятся принимать поздравления. В это воскресенье отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания. В Калуге дети не только зрители местного ТВ, но и его авторы. В школе фотографии, телевидения, радио, кино растет целое поколение журналистов. В гости к юным коллегам отправилась Олеся Утятникова. Это не шаманский танец и не попытка релаксации. Так проходят занятия по технике речи. Быстро и внятно произнести скороговорку, научиться диафрагмальному дыханию. Чтобы свободно плыть по радиоволнам, общительности мало. Важна хорошо поставленная речь. На своих занятиях я мечтаю подготовить новое поколение радиодиджеев и людей, которые смогут озвучивать фильмы, мультфильмы, рекламу, возможно. Дети очень разные, очень много работы на самом деле. И есть, конечно, одаренные дети, особенные. Но, тем не менее, мы работаем со всеми одинаково и стараемся, чтобы у всех все получалось. Голос Екатерины Павликовой зрителям уже знаком. Мечту любой девчонки стать, если не актрисой и певицей, то телеведущей уж наверняка она уже исполнила, когда пришла на кастинг детского канала. Да, но я, правда, не весь кастинг была, мне нужно было очень спешить. А так нам дали текст. Дели какой-то? Да, нам дали текст. Мы сидели за партами и по суфлеру читали этот текст. Ну и как там читают, то это уже тоже оценивалось. Но потом уже, кто им понравился, в принципе, как-то выбрали, я не знаю, потому что было. Неожиданно для себя Екатерина Павликова обошла претенденток на кресло телеведущей. И 4 октября в 15.50 на канале Ника ТВ в паре со своей коллегой провела первый выпуск детских новостей. В эфире детские новости. По детски серьезный взгляд на важные и интересные события в Калуге и не только. Они уже знают, что такое монтаж телесуфлер и учатся смотреть на мир сквозь объектив. Школа открылась в сентябре и после конкурсного отбора в нее поступили 150 учеников. В расписании никаких скучных уроков, только творчество и креатив. Цель не сделать из учеников гениальных специалистов, а развить творческую личность в каждом из них. Здесь очень круто! Здесь очень круто! Это очень круто! С помощью этих знаний они смогут потом определиться с выбором института, например, с выбором профессии. То есть это очень хорошая база. Когда я, например, заканчиваю школу, у меня такой мысли в голове не было, куда я конкретно пойду. Я думаю, что это детям поможет. Новая жизнь плюшевых мишек и зайцев на уроке мультипликации игрушки становятся героями мультфильма. Ученицы сами придумали сюжет и теперь воплощают его перед камерой. На выходе получится новогодняя сказка о волшебстве и дружбе. Мы показали маленького птенца-хулигана, который не слушал свою маму и, в принципе, упал с елки. Потом ему на помощь приходит Дед Мороз и помогают игрушке поднять его наверх к маме. Мама в то время волнуется, переживает, уже сама не своя. Техника создания мультфильма Stop Motion, еще известная как кукольная анимация. Снять 40-секундный мультфильм непросто, ради каждого кадра вносят минимальные изменения. Видеограф Антон Кирюшкин признается, фантазии учеников хватает не то, что на мультик, но и на полнометражное кино. У нас отведено небольшое количество времени для съемок мультфильмов, поэтому за отведенное количество времени мы не сможем снять те гениальные сценарии, сделать. И поэтому приходится все это дело упрощать, чтобы, самое главное, они поняли технологию съемки. В дальнейшем дети могут даже дома делать сюрпризы своим родителям. Не только родителям, но и широкой публике. Премьерный показ мультфильма о птенце-хулигане ученики презентуют в январе. Он войдет в программу отчетного концерта. Зрители увидят лучшие сюжеты, переозвученные мультфильмы и выставку фотографий поколения отдельной страницы калужской журналистики, детского радио и телевидения. Олеся Утятникова, Андрей Сомов, телекомпания НИКА-ТВ. Далее новости спорт. Их представит Александр Сорокин. Чем нас порадуют калужские спортсмены в ближайшие выходные? Ну, самое главное событие состоится уже в эту субботу. Это областные соревнования по тяжелой атлетике, где будет присутствовать наша региональная звезда. Магомед Абуев. А обо всем подробнее уже через пару секунд. Алексей Егоров сдержал свое слово, вернувшись домой с золотой медалью чемпионата страны. В то время как Ксения Мирошниченко сейчас ведет борьбу за мировое золото. Обо всем этом прямо сейчас. Пусть и с травмированной рукой, но он все же стал чемпионом России. Что дальше и какие планы у боксера на ближайшее будущее? На эти и другие вопросы ответил сам Алексей Егоров в интервью для нашей программы «Время спорта». Например, нам удалось узнать, что во время финального боя на всероссийском ринге боксер выступал с травмированной рукой. А его соперник показал себя с неожиданной стороны. Полную версию интервью вы сможете увидеть уже в эту субботу в 19.35 в программе «Время спорта». Вместо четырех положенных боев она проведет только три. Спортсменка Ксения Мирошниченко сейчас находится в Анталии, где полным ходом идет чемпионат мира по кикбоксингу. На этот раз престижные соревнования собрали более 800 бойцов из 60 стран мира. Все они будут бороться за звание лучших сразу в нескольких разделах этого вида спорта. Приятно отметить, что Ксения уже приблизилась к месту на пьедестале почета, не проведя ни одного боя. Ей повезло с турнирной сеткой. Ее первой соперницей на этих соревнованиях может стать либо спортсменкой из Туниса, либо из Южной Африки. В Калуге стартовал третий тур первой лиги чемпионата России по волейболу. В преддверии матча калужского юниора и вымпела из Владимирской области диплом за развитие волейбола в ЦФО от Всероссийской Федерации Волейбола получил президент клуба АК Игорь Лубочкин. Сама же игра складывалась для юниора не просто. Лишь в концовке первого сета калужанам удалось догнать вымпел и сломить сопротивление противника. Последующие две партии наша команда выиграла более уверенно и поднялась на второе место в таблице. Что еще раз доказывает, что потенциал у волейболистов юниора есть. И они уже в ближайшее время могут влиться в ряды главной команды области АКИ. Уже в команде у нас Мактилонов, Сергей, Севастьянов, Никита, который здесь присутствует. Также молодые два парня с хорошими ростовыми данными 2-3, 2-2. Мы планируем их тоже в будущий год уже привлекать в основную команду. Но не сразу, постепенно. То есть перспективы имеют. Во втором матче дня волейболисты из Тула были биты студентами из Орла. Именно с этой командой юниору предстоит встретиться уже в эту субботу. Начало матча в 17 часов в спортивном комплексе «Вымпел». Ну что ж, и пожалуй, это все новости спорта на сегодня. Спасибо, Александр. Далее прогноз погоды. Приятных выходных. До свидания.